Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна на канале Баба Надя. И сегодня мы с вами будем читать корейскую народную сказку «Ласточка». Жили-были два брата. Старший Нурбу был богатый и злой. Он ненавидел всех людей, особенно бедных. Обижал слабых и коллег, плевал и бросал ссор в колодцы соседей. А больше всех обижал он своего младшего брата Хэн-бу. Хэн-бу был человек бедный, но добрый и приветливый. У него было много детей. Тесно и голодно было в его ветхом домике. Но вся семья жила дружно. Однажды пошел Хэн-бу к старшему брату попросить немного зерна для посева. Старший брат, как только увидел Хэн-бу, сразу догадался, чего тот пришел с просьбой. Набросился он с бронью на своего младшего брата и прогнал его. Хэн-бу ни слова не сказал богатому брату. И печальный вернулся домой. Жена увидела, что пришел он с пустыми руками, но не стала жаловаться и укорять мужа. Не горюй когда-нибудь, и мы будем жить хорошо, утешала она его. Скоро пришла весна, и появились первые ласточки. Одна ласточка стала видеть гнездо под кровлей бедняка Хэн-бу. Зачем ты лепишь гнездо под моей бедной кровлей, сказал Хэн-бу ласточки. Она не защитит твоего гнезда от холодного ветра, И ты не найдешь на моем дворе ни зерен, ни крошек. Но ласточка слепила гнездо и вывела птенцов. Птенцы росли, и ласточка без устали добывала для них корм и весело щебетала. Однажды змея подползла к гнезду и стала пожирать птенцов. Хэн-бу увидел это, закричал, застучал. Змея испугалась шума и уползла. Но было уже поздно. Только один птенчик уцелел из всей ласточкиной семьи. Он выпал из гнезда, сломал себе лапки, но все-таки не достался змее. Бедняк Хэн-бу подобрал птенца и стал лечить его. Из своего платья он выдернул нитки и перевязал ему сломанные лапки. Сделал для птенца мягкое гнездышко, кормил его мошками. Птенец поправился, вырос, и осенью Хэн-бу выпустил его на волю. «Лети, ласточка, и будь счастлива!» – сказал он. Ласточка вспорхнула, покружила, как бы прощаясь над хижиной Хэн-бу, и скрылась в синем небе. Прошла зима, и снова настала весна. Ласточки вернулись в деревню, где жили братья Хэн-бу и Нор-бу. Хэн-бу сидел печальный возле своего дома. Наступила пора сеять рис и чумызу, а у него не было ничего, ни семян, ни земли. Вдруг прилетела ласточка, закружилась над его головой, защебетала свою веселую песенку и что-то уронила к его ногам. Очень удивился Хэн-бу, когда увидел на земле обыкновенные семечки тыквы. Он взял это семечко и посадил у своего дома. Вся семья Хэн-бу заботливо ухаживала за тыквой. Тыква быстро росла и скоро обвила стеблями всю крышу. Сперва распустились три белых цветка, потом появилась завязь. К осени на крыше выросли три огромные тыквы. Хэн-бу с женой радовались. Все-таки свой урожай. Когда все три тыквы поспели, они бережно сорвали их и решили распилить, чтобы сделать кувшины для воды. Но только они распилили первую тыкву, как из нее посыпались всякие кушанья. Также вкусные, такие вкусные, что просто таяли во рту. Все сто болезней излечивались от этих кушаней. Вот какие они были. Распилили вторую тыкву и появились из нее разные одежды. Каких только одежд тут не было. Вся семья Хэн-бу оделась с головы до ног. Распилили третью тыкву. Заблестели перед ними груды золота, серебра. Засверкали драгоценные камни. Но удивительное всего было то, что сокровища в тыквах не уменьшались, сколько их не брали. Казалось, их становилось даже больше. Теперь Хэн-бу и его семья ни в чем не нуждались и были счастливы. Выстроили они себе новый просторный дом под черепицей. Не забыли и ласточек. Устроили на крыше уютные загнутые по краям карнизы для их гнезд. С тех пор в Корее все так делают. Была теперь у Хэн-бу земля. Были сады. Его жена, дети и сам он усердно работали, так как все они любили труд и не привыкли к безделью. Осенью крыша их дома краснела от перца и желтела от тыкв. Счастливый Хэн-бу охотно помогал всем беднякам, которые просили у него помощи. А Нор-бу, старший брак, от жадности и злости спать перестал. Как это так? Нищий Хэн-бу стал богатым, а тут еще сварливая жена не давала покоя. И вот пошла она к Хэн-бу, чтобы выведать, откуда у него такое богатство. Вошла в его новый дом, нарядный дом. Да так и затряслась от жадности. Губы поджала, вертит головой из стороны в сторону. Жена Хэн-бу угостила ее, и сам Хэн-бу, человек простодушный, да и скрывать ему нечего, поведал ей всю историю с ласточкой. Жена Нор-бу чуть не лопнула от злости. Поспешно вернулась она домой, рассказала обо всем своему мужу, прибавила при этом, каких трудов, дей, стоило все разузнать. Хэн-бу, мол, зазнался, и не то что в дом. К дому близко ее не подпустил. Но все-таки она выведала, откуда у него богатство. Тут они послали тысячу проклятий и Хэн-бу, и его жене, и детям. Старший брат Нор-бу с нетерпением стал ждать наступления весны. Но вот весна пришла. Опять прилетели ласточки. Под крышей дома Нор-бу ласточка слепила гнездо. Скоро в гнезде появились птенцы. Как-то раз ласточка улетела за кормом, и птенцы остались одни. Богач Нор-бу залез в гнездо и убил птенцов. Лишь одного птенца оставил Нор-бу, но переломал ему ноги. Потом стал лечить его. А когда вылечил, выпустил на волю и сказал, «Лети куда хочешь, только не забудь, ведь я тебя и лечил, и кормил. За доброту мою ты должен щедро заплатить мне. Еще сделай так, чтобы Хэн-бу опять стал бедным, а богатство его перешло ко мне». Улетел птенец в свою страну. Там рассказал он обо всем всем ласточкам, и они решили наказать злого Нор-бу. Вновь пришла весна. Прилетели ласточки в деревню, где жил брат Хэн-бу и Нор-бу. Нор-бу давно уже сидит у своего дома. Ему не нужно работать, он богат. И вот сидит он в своей волосяной черной шапке и курит маленькую медную трубочку на длинном тонком чубуке. Лицо его лоснится. Заплывшие жиром маленькие глаза закрываются от удовольствия. Нор-бу мечтает о новом богатстве. Вдруг прилетела и закружилась ласточка. Бросила перед ним семечко тыквы и улетела. Нор-бу дрожащими руками поспешно схватил семечко и, зираясь по сторонам, поспешно, чтобы никто не увидел, посадил его у своего дома. Вокруг привязал на цепи собак, чтобы никто не мог и подойти к ростку тыквы. Очень быстро росла тыква. Так же, как когда-то у Хэн-бу, она покрыла своими стеблями и листьями всю крышу дома, обвела все кругом. Наступила осень. На крыше нор-бу поспели три огромные тыквы. Нор-бу сорвал их темной ночью и стал распиливать. Тут же вся дрожа от жадности стояла его жена. Распилил нор-бу первую тыкву. Поползли огромные чудовищные гусеницы и принялись пожирать его поля и сады. Не успел он распилить вторую тыкву. Выскочили морские разбодники. Ограбили все богатства нор-бу и быстро уплыли за море. Нор-бу поспешно распилил третью тыкву. И вдруг из тыквы вырвался страшный огонь, страшное огненное пламя. Сгорели в этом пламени жадный богач нор-бу и его злая жена. Да, ребята, сказка ложь, давней намек. Добрым молодцам урок. Добро всегда вознаграждается. Это хэн-бу. Выращивают свою тыкву, которую он заслужил, потому что ласточка ему отблагодарила. Ласточки любят селиться возле людей. И это хороший знак, потому что ласточки большие труженицы. Все большие труженицы и труженики. Вы посмотрите, как все-таки был наказан старший злой брат. Ребята, с вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...